друзья всех приветствую на своем канале сегодня мы проверим одно имя это гиббард уэллс в публикациях общество сторожевой башни это имя засвечивается с регулярной частотой вот этот престижный источник авторитетный компетентный весомый мы сегодня проверим нам интересно не само имя гиббард уэллс а действительно ли он является весомым историком здесь у меня есть несколько вкладочек я уже забил это имя и у нас вышли кое-какие сноски историк 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 и в качестве доказательства сторожевая башня верная благоразумный раб так называемый либо приводит всегда это имя и всегда делается снос очка что он историк и и лишь потом что он писатель историк и писатель в своем объемном труде очерки истории цивилизации английский писатель из писатель и историк гиббард уэллс отмечают и так далее и так далее так а вот у нас здесь есть подсказка историки общественный деятель гиббард уэллс который родился 1866 году давайте заглянем в википедию тоже или кто это за такой уважаемый авторитетный историк бабах перед нами самый известный автор самых известных научных фантастических романов машина времени человек невидимка война миров представитель критического реализма сторонник фибианского социализма обалдеть давайте зайдем библиографию этого уважаемого человека и посмотрим что сделал за свою почти восьмидесятилетнюю жизнь а написал весьма внушительно количество романов произведений и детей для взрослых для взрослых особый цикл у него философские произведения ну и на чем он сделал себе имя первую очередь он сделал себе имя на научно-фантастических романах это машина времени остров доктора моро человек него и невидимка война миров и еще полтора десятка научных фантастических романов вышла из-под его пера общество стражевой башни говорит что он был человек а не христианин в первую очередь но о нем говорят что он очень большой объем своих произведений написал о том как он смотрит на этот мир вы можете проверить по таким романом как бог невидимка король душа и епископа джоанны питер и еще с десяток других произведений его мировоззрение очень четко описывает философские произведения вообще мир он представлял общество он представлял примерно так как представляет его сегодня современные свидетели и голы покажем это на иллюстрациях хотя это иллюстрация современные не начала двадцатого века тем не менее геберт уэллс себе представлял общество именно таким не верите давайте откроем сноску что нам говорит сторожевая башня и так где-то и я вот здесь сделал снос очку если я не забыл а значит абзац у нас под заголовочек возможно без классовое общество джон адамс говорит что это по всей вероятности нет в отличие от адамса британский историк геберт уэллс мог представить себе эгалитарное общество в основе которого лежат три вещи единое но чисто нескверненная всемирная религия всеобщее образование и отсутствие вооруженных сил примерно так рисует деятель его самый что философия геберт уэллса была настолько великие в то время на просторах англоязычного мира что рутерфорд полностью у него скопировал это мировоззрение не буду сейчас я вам доказать на просторах интернета вы можете найти эту информацию о мировоззрении фантаста но надо подметить одно этот человек действительно великие но великими его сделала не история он не историк по профессии да он написал много произведений много очерков много публицистики в первую очередь имя стало известно благодаря его научно-фантастическим романом и лишь потом он был журналист историк или еще кто-то там да я забыл наверно сказать вам одну очень важную вещь какой-то промежуток своего времени герберт уэллс до ходил был сторонником фабианского социализма до был сторонник фабианского социализма давайте откроем что же такое за сообщества вы можете открыть википедию посмотреть такой реформаторское движение социалистического толка вот это герб современной раньше был герб вот такой первая эмблема первая эмблема фабианского общества бог в овечьей шкуре понятия не имею почему они выбрали именно этот символ но тем не менее тем не менее мы имеем то что мы имеем и так качестве авторитетного истории источника общество сторожевой башни нам приводит да нет ни истории нам приводят в первую очередь писателя великого писателя из-под пера которого вышли ну наверно сотня произведений из них произведений 20 научно-фантастических романов вот одни из них как машина времени человек не невидимка война и миров его миропредставления было описано во многих философских трактатов рутерфорд взял себе на вооружение и после смерти рассела поменял полностью концепцию вероучения свидетелей бога она была в основе в основе в основе этого уважаемого человека так как он видел себе мир а мир он примерно видел глазами теми что мы видим сейчас на публикациях общество сторожевой башни не хочу сказать что это плагиат не хочу как-то вот давать оценку этому всему но имя на тот момент гиберта уэлса было настолько велико что она нашла отражение вероучениях свидетелей бога если вы немножко покопаетесь в интернете вы найдете достаточно публикации на эту тему и так друзья как всегда жду ваших комментариев возможно вы что-то найдете более интереснее чем я подписываемся распространяем ставим лайки дизлайки всего хорошего пока до свидания